Вы слушаете канал жаж.клаб, Оливье, секреты вкусного салата. Покажите мне человека, кто не любит салат, Оливье. Сегодня я напишу про некоторые хитрости, используя которые салат получится вкуснее, а гости будут в восторге. Но для начала, как всегда, немного истории. Оливье был придуман в 1860-х годах поваром Люсьоном Оливье. Он был владельцем ресторана, Эрмитаж, на Трубной площади. Эрмитаж считался одним из лучших ресторанов Москвы. Оливье продвигал французскую кухню в России, а французское меню шеф-провар адаптировал для русского потребителя. Вначале, повар придумал не салат, а блюдо. Оно называлось «майонез из дичи». На центр блюда выкладывался вареный картофель, а по краю клались кусочки отварного филе рябчика и куропаток. Дичь чередовалась с кубиками жили из куриного бульона. К этому блюду он добавлял вареные хвосты омара и кусочки телячьего языка. По краю блюда украшалось вареными яйцами, нарезанными ломтиком. Кстати, яйца служили декором, и их не употребляли в пищу. Заправкой шел провансальский соус «майонезом». Однажды, Оливье увидел, как какой-то мужлан смешивает все части блюда в одну кучу, и пришел в ужас. На следующий день, расстроенный повар, демонстративно смешал все ингредиенты и полил их майонезом. Несмотря на это, его новый рецепт получил еще больший успех у посетителей ресторана. Конечно, с годами рецепт претерпел некоторые изменения. Все это история, а мы переходим к секретам приготовления салата на современный лад. Начнем с картофеля и моркови. Эти два ингредиента неизменно присутствуют в современной версии Оливье. Все привыкли отваривать овощи. Однако, если и завернуть в фольгу и запечь в духовке, получится на порядок вкуснее. Нарезайте только холодные овощи, так они не будут крошиться. Если используете колбасу, то выберите в магазине хорошую ветчину. Это не понесет многих затрат, но салат от этого только выиграет. Не надо класть в Оливье низкокачественные мясные изделия. Если кладете филе курицы, то неплохо бы посыпать его специями и обжарить на сковороде. Так салат станет интересней. Обычные куриные яйца, советую заменить на перепелиные, а огурцы смешать в равных пропорциях. Свежие с солеными. Можно добавить каперсы, но это на любителя. Горошек лучше купить замороженный и отварить 3 минуты, а потом выложить в ледяную воду, чтобы сохранить зеленый цвет. Майонез можно использовать любой, но в меру. Вкуснее будет с майонезом, на перепелиных яйцах, или можно приготовить домашний. Ингредиенты надо резать одинаковым кубиком и смешивать незадолго до прихода гостей. Часто, салата получается больше, чем могут съесть гости. Поэтому рекомендую смешивать его по мере надобности и хранить в холодильнике. Так он останется свежим, еще 12 часов и доживет до утра. Приятного аппетита! Продолжение истории читайте на сайте jah.club